В 70 городах Германии показатели загрязнения воздуха превышают нормы ЕС в несколько раз. Жители страны серьезно озабочены этой проблемой. Какие новшества были введены в немецких мегаполисах в борьбе за чистый воздух, расскажет Шолпан Найманбаева. Еще совсем недавно по этой улице, как и по всему Берлину, было допустимо ездить со скоростью 50 км в час. Однако полгода назад власти ввели новый скоростной режим – 30 км в час. Такие знаки теперь можно увидеть на многих центральных улицах столицы. А все ради того, чтобы сделать воздух в Берлине чище. Кроме того, в планах внедрить умные светофоры, которые будут перенаправлять автомобильный поток, что также снизит количество выбросов. Немцы следят за своим здоровьем и очень болеют за экологию. Именно поэтому многие передвигаются на выходных на общественном транспорте. Некоторые покупают электромобили или предпочитают ездить на работу на велосипедах. Что касается властей, то в борьбе за чистый воздух чиновники пошли на кардинальные меры. В Германии официально действует запрет на въезд в центры мегаполисов для старых дизельных автомобилей. В этом списке Штутгарт и Гамбург. В этом году к ним присоединятся Майнц, Кёльн и Берлин. Города, где объемы выхлопных газов также превышают допустимые нормы. Нарушителям этого правила грозит штраф. В Гамбурге 25 евро и предупреждение, а в Штутгарте придется раскошелиться аж на 80 евро. Клиенты стали реже покупать дизельные автомобили и отдают предпочтение бензиновым. Однако наша цель – пересадить всех на электрокары. В Германии автовладельцы могут обменять старый дизельный автомобиль на новый и плюс получить премию. Также есть премия за покупку электромобиля. Это 4000 евро. Это снижает цену на автомобиль и мотивирует покупать электрокары. Цель нашего правительства – довести количество электромобилей до миллиона к 2020 году. Возможно, мы не достигнем этой цифры, но главное то, что мы стремимся увеличить их количество. Кроме того, в Германии уже закрыли последнюю угольную шахту, а к 2038-му планируют полностью отказаться от угля. Будут делать это поэтапно, ведь на данный момент 40% электроэнергии в стране производят именно из этого ископаемого. Цель – уменьшить уровень выбросов и покрывать 100% своих энергозатрат за счет альтернативных источников. Дата – 2038 год для нас, как для экологической организации. Конец угольной эпохи. Наша задача – закрыть угольные электростанции, так как они вредят экологии. В наших планах проводить и далее переговоры, чтобы Германия еще раньше отказалась от угля. Пока это решение принято только на заседании Совета. Теперь мы ждем, чтобы его приняли на законодательном уровне. Запретить уголь и дрова для обогрева домов хотят и в польском Кракове. Кстати, сама Польша в числе стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха и намерена улучшить эти показатели. А тем временем в Норвегии уже через 6 лет хотят полностью запретить продажу авто с двигателями внутреннего сгорания. Таким образом, Европа всеми способами борется за чистый воздух. Шулпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар-24, Германия.